Если и есть на свете портрет отчаяния, то это была собака, стоявшая под холодным проливным дождем перед мини-маркетом Северной Каролины. Она, казалось, разочаровалась в жизни. Вэленда Кортес была все еще в пижаме и сандалиях в то воскресное утро, когда она остановилась у магазина и обнаружила мокрую собаку. Когда я вышла из машины, мое сердце жалось, говорит Кортес. Этот бедный ребенок был под дождем очень долго. Она замерзала. Для меня было очевидно, что ее бросили, добавляет она. Собака даже не вздрогнула, когда Кортес накинула на нее одеяло. И она не дернулась, когда женщина протянула руку. Поэтому Кортес решила тоже не двигаться. Она оставалась на парковке с дрожащей собакой больше часа, постепенно завоевывая ее доверие. Ее шерсть были мокрой и спутанной, говорит Кортес. Ее передняя лапа была порезана. Ее глаза были, очевидно, заражены. Мое сердце плакало, лама, я даже не думала, что буду делать дальше. Она позвонила своей подруге Сью Месси. Месси добралась до места за 20 минут, и вместе они встретили сотрудника контроля за животными. Вместе они мягко уговорили собаку залезть в автомобиль и отвезли в приют. Люди подвели ее, но надеюсь, что теплое одеяло и любовь, которую я ей дала, восстановят ее веру в людей, говорит Кортес. Действительно, всего за несколько дней Кесси, как ее назвали, стала улыбаться. И теперь она похожа на совершенно другую собаку. Теперь Кесси ищет реальный дом. Что, если бы я проигнорировала ее и уехала? Она могла замерзнуть до смерти, попасть под машину или еще что-то. А ведь это не так трудно, найти приют для животного. Мы рады тому, что Кесси была спасена. Расскажите об этой истории своим друзьям. Продолжение следует...